Привет, ребята! Меня зовут Мария Сафина. Я приветствую вас на своем канале Здоровый образ жизни и удовольствия, где мы с вами опять разговариваем только о курогрудке, огурцах и жемесоточке. И сегодня мы будем разбирать следующий вопрос. Что же такое состав или композит тела? Ну что, давайте сразу начнем. Состав или композит тела – это соотношение процента жировой массы и мышечной массы в теле человека. Для женщин обычно в норме процент жировой массы больше, чем у мужчин. Это связано с тем, что у женщин в организме больше женских гормонов и эстрогенов, которые отвечают именно за более высокий процент жировой массы и более низкий процент мышечной массы, чем у мужчин. А наличие у мужчин мужских половых гормонов, тестостерона, андрогенных гормонов говорит о том, что у мужчин обычно, чем у женщин, больше мышечной массы, сухой мышечной массы и меньше процент жира. Итак, в норме у женщин процент жира должен равняться примерно от 26 до 31%, у мужчин он немного ниже – от 18 до 22%. При этом и самый-самый минимально допустимый процент жира у женщин будет больше, чем у мужчин. У женщин это 10-13%, у мужчин это 3-8%. Конечно же, это нормы будут применимы к профессиональным спортсменам, потому что людям, которые занимаются фитнесом для себя, совершенно не обязательно поддерживать такую форму круглый год и стремиться к такому минимальному проценту жировой массы. Потому что это уже, конечно же, может граничить с какими-то проблемами по здоровью, если не подходить к этому профессионально. Посмотрите на табличку, по ней вы можете примерно оценить визуально свой процент жира. Я приведу две таблички. Вот первая, посмотрите внимательно на нее. Вы видите, что при низком проценте жира, конечно же, лучше виден рельеф. Видны те самые кубики. И чем выше процент жира, соответственно, тем меньше виден рельеф и появляются уже более округлые очертания самого контура тела. И вот вторая картинка. И для наглядности я еще хочу привести свою фотографию, которая сделана в одном и том же весе, но с различным процентом жира. Вот, посмотрите, первая фотография, где я стою в купальничке. Здесь я, честно говоря, не знаю, какой у меня процент жира, но здесь видно, что он колеблется такой, наверное, в пределах нормы с 18 до 26. Ну, наверное, где-то, может быть, 23. И вторая картиночка. Это я на отдыхе в прошлом... А, это я после отдыха приехала после шведского стола прошлым летом. Здесь у меня примерно, наверное, где-то 15%. Я мерила перед отдыхом, после отдыха не мерила. Вот, и посмотрите, пожалуйста, здесь, там и там, это 52 килограмма, но соотношение жировой массы и мышечной массы совершенно разное. То есть и тело при этом выглядит совершенно по-другому. Как человеку, который занимается фитнесом для себя, худеет, ему просто интересно узнать композицию его тела, узнать процент жира в своем организме. Существует несколько методов. Первый метод – это биомпедансный метод. Биомпеданс – это такой прибор, который сейчас есть, ну, практически во всех крупных фитнес-клубах. Также он есть в медицинских центрах. Вы можете просто записаться на прием, и вам измерят количество жировой массы, количество мышечной массы и много-много других показателей, которые выдает этот прибор. Прибор достаточно точный, его погрешность примерно составляет 2-3%, и его действие основано на различном сопротивлении тканей организма. То есть сопротивление у жировой ткани, у мышечной ткани, у человека разное, и, соответственно, так измеряются показатели при измерении биомпеданса. Также достаточно точным является измерение калиперометрии. Это измерение с помощью специального прибора – калипера, и измеряется толщина кожной складки в определенных местах. Обычно этих мест несколько, то есть на спине защипывают, на животе, на боках и так далее. Здесь нужно быть внимательным, и если вы пользуетесь этим измерением, лучше всего делать это у одного и того же специалиста, потому что у разных специалистов может быть немножечко меняться именно показатели. Погрешность здесь также невысока, и чем больше у человека практики, тем погрешность, соответственно, уменьшается. Примерно 4-5% погрешность в калиперометрии. Также процент жира можно посмотреть очень-очень примерно по картинкам, которые я вам дала выше в этой презентации. И также я сейчас покажу один очень-очень простой способ, который, он очень приблизительный, но вы хотя бы можете дома измерить и составить примерное представление о том, сколько процента жира у вас в организме. Ребята, сейчас я вам покажу, как измерить процент жира в вашем организме в домашних условиях. Очень примерная цифра, но вы хотя бы будете себе примерно представлять вот эту вот цифру, какой процент жира у вас в организме. Для этого нам понадобится любая сантиметровая лента или любая линейка, которая есть у вас в доме. Находим, где у нас находится пупок и отмеряем в любую сторону 10 сантиметров. Но мне удобнее в левую, в правую. Я отмеряю 10 сантиметров и примерно у меня вот эта точка вот здесь находится. Далее защипываем кожную складку вместе с жиром и измеряем ее толщину также с помощью линейки. Вот так вот. Раз, прикладываем сверху и измеряем. У меня получается 6 миллиметров. Далее я приведу вам специальную табличку, по которой вы можете найти соответствие вот этой вот кожной складки, которую вы измерили вашего возраста и найти примерное содержание жира в своем организме. У меня получается, мне 30 лет, у меня получилось 6 миллиметров, то есть у меня по табличке 16,9% жира, ну примерно 17%. Ну, наверное, да, так. Я верю этой табличке, я считаю, что да, примерно так. Я еще раз повторюсь, что получаемая вами цифра, она примерная, просто для того, чтобы вы, так сказать, прониклись вот этим вот измерением и чтобы вам было интересно узнать, какой же у вас процент жира в организме. И теперь, ребят, самое главное, для чего это видео-то и снимало. Зачем нужно знать свой процент жира в организме? Во-первых, если вы худеете, важно знать, за счет чего вы худеете. За счет жира или за счет мышц. Ведь при похудении, конечно же, вы можете урезать калорийность вашего рациона, увидеть, что масса тела вашего уменьшается на весах, но при этом вы можете терять достаточно много мышечной массы и мало жировой массы. Давайте я приведу один из самых-самых таких распространенных примеров, когда же девушки теряют много мышечной массы. Давайте я приведу один из самых-самых популярных примеров похудения за счет именно мышечной массы. Девушка хочет похудеть, идет в зал и идет именно не заниматься силовыми тренировками, а идет на групповые занятия Причем занимается достаточно интенсивно, может быть каждый день, некоторые занимаются по 2 раза в день, записываясь на несколько групповых занятий При этом свой рацион она оставляет той же калорийности, либо уменьшает калорийность Соответственно она уменьшает и количество белка, и количество жиров, и количество углеводов Если человек достаточно интенсивно тренируется, если человек находится на дефиците калорийности, количество белка в рационе обязательно должно быть больше, чем у человека, который не находится на дефиците калорийности И допустим просто работает в офисе, занимается и занимается спортом для себя Потому что при высоких интенсивных физических нагрузках все равно происходит разрушение белковых структур организма, в том числе сюда идут и мышцы То есть белок начинает пополнять энергетические функции в нашем организме Девушка очень быстро худеет, но, к сожалению, она теряет очень много мышечной массы И, наверное, знаете такое термин «скини-фэт» Девушка достаточно худая становится, в принципе ей нравится ее масса тела, но отражение в зеркале не всегда устраивает Потому что здесь она может наблюдать дряблость кожи, обострение целлюлита Не нравится именно качество тела, потому что не было грамотно спланированного рациона, не было должного количества белка, жиров, углеводов И калорийность рациона очень часто достаточно низкая И девушка чувствует потерю работоспособности, нехватку энергии И это все дело забрасывается в дальний угол, в долгий ящик, на пыльный холодильник Абонемент забывается и девушка продолжает вести такой же образ жизни, как она вела раньше Поэтому на похудении очень важно знать, именно за счет чего вы худеете За счет жировой массы или за счет мышечной массы Конечно же, нужно худеть в большей степени за счет жировой массы Конечно, мышечная масса тоже будет уходить, но ее нужно поддерживать достаточно высоким количеством белка в рационе Второе, почему важно знать процент жировой мышечной массы Это, конечно же, при наборе массы Если вы занимаетесь на гипертрофию, тоже важно знать, за счет чего вы набираете вес За счет жировой массы, жирный набор у вас происходит сейчас или масса набора у вас происходит Потому что хорошо, если вы набираете в соотношении 50 на 50 жир мышцы при массонаборе А если вы, допустим, набираете 70% жира и 30% мышц Потом вы, так сказать, слушаетесь и понимаете, что вот это вот все, что вы набрали, это в принципе жир А мышцы здесь совсем немножечко И, конечно же, такие соотношения, как 70% мышц и 30% жира Это достаточно трудно, здесь нужен очень грамотно спланированный рацион Достаточно интенсивные тренировки и внимание к своему режиму дня, к своему образу жизни Если вы не хотите худеть, не хотите набирать мышечную массу, просто хотите поддержать ту массу тела, которая у вас сейчас есть То тоже очень полезно знать процент соотношения жира, процент содержания жира в вашем организме Потому что с возрастом у человека уменьшается процент мышечной массы, так называемая саркопения У пожилых людей они имеют достаточно уже низкий процент мышечной массы и достаточно высокий процент жировой ткани Также сюда и сказывается на этом и гормональная перестройка И могу привести такой пример Для пожилых женщин характерно ожирение по мужскому типу, то есть ожирение в абдоминальной области, в области живота Хотя у женщин среднего возраста больше характерно ожирение в области ягодиц и бедер Это объясняется тем, что с возрастом у женщин снижается секреция эстрогена А секреция цесостерона остается примерно на том же самом уровне То есть цесостерон он есть и у мужчин и женщин, просто у мужчин в большей степени, а у женщин в меньшей степени И, соответственно, так как соотношение, баланс гормонов в организме женщины начинает меняться, соответственно, и появляется ожирение по мужскому типу, то есть появляется вот такой вот животик. То есть женщина такая, получается, более, так сказать, плавная такая фигура, да, и ожирение в области талии, и ожирение в области бедер. Как можно предотвратить вот такие желательные последствия набора веса с возрастом? Во-первых, периодически измерять процент жировой и мышечной массы. И если вы видите, что у вас уменьшается процент мышечной массы, увеличивается процент жировой массы, то, соответственно, обязательно нужно подключать спорт. В пожилом возрасте он просто обязательный, потому что он именно стимулирует вот эту выработку тестостерона. Он отвечает за то, чтобы сохранить мышечную ткань в организме, особенно это важно для женщин. И обязательно следить за калорийностью своего рациона, потому что калорийность рациона необходимо уменьшать в соответствии с возрастом. То есть чем старше человек, тем меньше его калорийность, потому что все-таки уровень базового метаболизма немножечко уменьшается, и, соответственно, нужно и калорийность своего рациона уменьшать. А люди обычно и так, допустим, в течение жизни имеют небольшой избыточный вес, и, становясь старше, необходимо калорийность рациона уменьшать. А калорийность рациона остается на том же самом уровне. То есть у человека получается еще больше профицит калорий, чем он получал в течение всей жизни. Соответственно, человек не поддерживает свою массу тела и только набирает, набирает, набирает. И здесь получается избыточный вес и ожирение. Поэтому очень-очень важно в пожилом возрасте заниматься фитнесом, заниматься спортом, следить за своим питанием и за своим режимом дня, за своим образом жизни. Итак, композит тела – это та величина, которую нужно знать не только профессиональным спортсменам, но и людям, которые занимаются для себя, людям, которые не занимаются спортом. Потому что это действительно очень важно, это важный показатель здоровья для нашего организма. Потому что если у человека большой процент жира в организме, то, соответственно, это приводит к различным заболеваниям, таким как избыточный вес и таким как ожирение. Введите здоровый образ жизни в удовольствие. С вами была Мария Сарфина, канал «Здоровый образ жизни в удовольствие». Пока-пока!